Животные в истории человечества всегда играли заметную роль. Достаточно вспомнить буцефала, любимого коня Александра Македонского, гусей, по легенде, спасших Рим, панксатонгского фила, американского сурка, предсказывающего приход весны. В этом ряду видное место занимают и коты с собаками. 18 мая 1941 года из порта Готенхаффена уходил в свой первый и, как он оказалось, последний боевой поход линкор «Бисмарк» – гордость немецкого флота. Перед выходом в море его экипаж, состоящий из 2200 моряков, пополнился еще одним членом – черно-белым котом по имени Оскар, подаренным командиру линкора мэром Готенхаффена. Начало похода складывалось удачно для «Бисмарка». На шестой день он отправил на дно английский линейный крейсер «Худ». За «Бисмарком» началась подлинная охота, в которой участвовала целая армада английских судов во главе с авианосцем «Арк Роял». Через три дня после гибели «Худа» 27 мая «Бисмарк» был потоплен. Из экипажа немецкого линкора в живых осталось 115 человек и кот «Оскар». Мертвые хватки, вцепившиеся в плавающие корабельные обломки. Он был подобран английским эсминцем «Казак», названным в память о русских казаках, союзниках в Первой мировой войне. Здесь «Оскар» сменил гражданство. А заодно и имя. Теперь он был «Сэм». На «Казаке» Сэм служил до самой гибели этого корабля, атакованного немецкой подлодкой 24 октября 1941 года. Погибли 159 английских моряков. А Сэм уцелел вместе с оставшимися в живых членами экипажа. Он оказался на эсминце «Легион». А вскоре был передан на авианосец тот самый «Арк-Роял», что потопил Бисмарка. Не прошло и месяца, и авианосец, находившийся в окружении своих эсминцев, ни один из которых не засек подкравшуюся немецкую подлодку, был торпедирован и затонул вблизи Гибралтара. И эсминцы смогли снять с гибнущего корабля почти весь экипаж, более 1500 человек и, конечно, Сэма. После третьего своего спасения Сэм, к имени которого теперь добавилось непотопляемый, недолго побыл на эсминце «Лайтнинг». Кота списали на берег. Только это не помогло. И «Легион», и «Лайтнинг» были потоплены немцами. А Сэм был приписан к канцелярии генерал-губернатора Гибралтара. По окончании войны он оказался в Белфасте, в семье приютившего его моряка. Там он и скончался в 1955 году. Образ непотопляемого Сэма навсегда запечатляла художница Шоу Бейкер. Выполненный ею портрет Сэма можно сегодня увидеть в Национальном морском музее в Гринвиче. Другим морским героем стал кот Саймон. Подобранный в 1948 году котенком в портовых кварталах Гонконга, он оказался на борту английского корабля «Аметист». Подзрослевшего Саймона включили в судовую роль на должность помощника Кока. Его главной задачей стала борьба с полчищами крыс, одолевающими корабли в южных портах. Саймон также стал и талисманом команды «Аметиста». После провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году корабль оказался заблокирован коммунистами на реке Йен-Ци. Под непрерывными обстрелами береговой артиллерии красных китайцев корабль пробивался к морю. Одновременно с коммунистами активизировались и крысы. Пользуясь суматохой боя, они бросились в провизионную кладовую, намереваясь уничтожить все судовые запасы. Кок по боевому расписанию занял место на подаче снарядов и не мог ничем помочь Саймону. Он в одиночестве сражался с превосходящими по численности противникам. В схватке был жестоко искусен, но вышел победителем. Через пару дней при обстреле «Аметиста» Шрапнелью был убит командир корабля. Был ранен и Саймон, но и после этого своего поста не оставил, продолжая защищать камбус. Заглядывал он и в лазарет, поднимая двух раненых моряков. Об этом официально было объявлено в приказе по флотилии. После чего адмиралтейство ходатайствовало о награждении Саймона бронзовой медалью Марии Диккен. Бодававшийся от имени Королевского общества заботы о животных. На лицевой стороне полученной награды была выгравлена надпись «Корабль Ее Величества Аметист» июнь 1949 год. На обороте – кот Саймон. Удостоили кота и медали «Синего креста», а также специальные медали в честь китайского похода Аметиста. В ноябре Аметист вернулся в Плимут, где Саймона ждал восторженный прием. Но в карантине он подхватил вирусную инфекцию. Полученные ранения обострили болезнь. И несмотря на все усилия ветеринаров, Саймон скончался 28 ноября 1949 года. Сотни людей, включая всю команду Аметиста, присутствовали на похоронах Саймона в Восточном Лондоне. На его надгробном камне высечена надпись «В горло вгрызаясь врагу». В июле 1941 года немецкие армии все глубже вклинивались в советскую оборону. 6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта, неся страшные потери, откатывались к Днепру. Ближайшую цель гитлеровцев был Киев. На 8 августа гитлеровцы запланировали парад победы. Принимать его намеревался сам Гитлер. А среди почетных гостей ожидались Муссолини и словацкий диктатор Тисо. Но взять Киев сходу лобовым ударом фашистам не удалось. И они начали обход украинской столицы с юга. Здесь, на стыке Кировоградской и Черкасской областей, в окружении оказалось 130 тысяч бойцов Красной Армии. Немцы предложили им сложить оружие. Ответом на это послужила отчаянная попытка прорыва. Завязалось жестокое сражение, в эпицентре которого находились урочище Зеленая Брама. Позже это сражение описал в своей книге «Зеленая Брама» поэт-песеннике Евгений Далматовский. Тылы пытавшихся вырваться из котла войск прикрывал отдельный батальон пограничников, отступавших вместе с армейскими частями от самой границы. В составе батальона находились служебные собаки, стойко переносившие вместе с людьми все тяготы отступления. 30 июля пограничники приняли свой последний бой. Их оставалось 500 человек. Никакого тяжелого вооружения. Патроны были на исходе, и они пошли в штыковую. Бой перешел в рукопашную. Пограничникам противостоял целый полк регулярных немецких войск, поддерживаемых бронетехникой. В разгар этой неравной схватки майор Лопатин приказал направить в бой собак в свой последний резерв. Люди, в основном женщины и дети, наблюдавшие бой с окраиной села, запомнили увиденное на всю жизнь и позже рассказали о нем. Зрелище было страшное. Полторы сотни натасканных и полуголодных овчарок бросились на наступающих фашистов, встретивших собак автоматным огнем. Даже в предсмертных судорогах собаки вгрызались в горло врагов, не ожидавшие ничего подобного. Порванные клыками собак и изрубленные штыками деморализованные немцы отступили, но на помощь им подошли танки. Теперь пехотинцы спрыгивали на броню танков и оттуда расстреливали бедных псов. В этом бою погибли все 500 пограничников, ни один из них не сдался в плен, а уцелевшие собаки, по словам жителей села, до конца остались преданными своим проводникам. Те из них, кого обошли немецкие пули, ложились рядом с телами погибших хозяев и никого не подспускали. Они отказывались от пищи и умирали от голода и ран на поле. После боя жителям села было разрешено похоронить пограничников. Останки всех собрали в центре поля и похоронили вместе с их верными четвероногими помощниками. Тайна захоронения продержалась многие годы. Лишь в 1955 году рядом с сельской школой была создана братская могила. А на окраине села, там где проходила единственная в мире рукопашный бой людей и собак, 9 мая 2003 года на пожертвование ветеранов войны, пограничных войск и кинологов Украины, был установлен единственный в своем роде общий памятник человеку с ружьем и его верному другу собаке. Такого памятника больше нигде нет. Вот такие слова написаны на нем. «Остановись и поклонись, тут в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. Они остались навсегда верными присяге родной земле». Вот такую статью подготовил Анатолий Буравцов и Константин Ришес в журнале «Загадки истории» в 2014 году, номер 2. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.